Вы, взрослые люди, понимаете, что человек с огнём, он тысячелетия. То есть с момента, наверное, своего осознания как личности, как человека, как особи какой-то, живущей на земле, он всегда с огнём. А гонит и друг, и враг, он согреет и убьёт, и спасибо не скажет. Вот даже, знаете, это как бы вот… Есть такая теория розенкрейцеров, но это несколько из высшей материи, хотя я не буду себя причислять к ней, естественно, несколько скромнее. Есть на земле существо, которое, давая жизнь сотням и тысячам других себе подобных, забирает его практически без остатка. Но когда он сам даёт жизнь сотням и тысячам себе подобных, не теряет практически ничего. Вот что это такое? Это огонь. Значит, жизнь какого-либо существа или какой-либо энергии зависит от времени жизни. Так? То есть, если ты отдаёшь, ты что-то теряешь, значит, время твоей жизни сокращается. Ну, достаточно понятно. Свеча горит, допустим, одну минуту. Да, да. Всё, никаких проблем, да? Так вот, если я от этой свечи зажгу одну свечу, она всё равно горит одну минуту. Я зажгу десять свечей, она всё равно горит одну минуту. Я зажгу тысячу свечей, всё равно она горит одну минуту. Но в то же время огонь даёт жизнь таким же себе подобным. Тысячи даёт, но на время её жизни это абсолютно не влияет. Никогда не задумывались над этим делом. Да, да. Но, опять же, у вас это больше так вот с профессиональной, то есть, вы-то сталкиваетесь как раз с разрушительной, ну, типа, как и с разрушительной, так и с созидательной частью огня, наверное. Ну, больше с разрушительной. Ну, конечно, и почему с созидательной частью огня мы сталкиваемся. Ну, как без этого? Мы кушать готовим. Ну, это да, да, да. Потом мы так же обогреваемся, мы так же живём в этой структуре. Ну, без этого никак нельзя. Мы такие же члены этого общества, как и вы, и все другие абсолютно. То есть, никакой проблемы-то в этом нет совершенно. А с разрушающей частью тут, да. Мы с вами так заговорились. Давайте я представлю вас в эфире программы «Городские встречи» заместитель председателя областной организации пожарной охраны и спасателя Рязанской области Алексей Александрович Чапуряев. А вот говорят про разрушительную часть огня. Вы когда с ней впервые столкнулись, что увидели, что первый вызов, скажем так, который запоминается, рабочий? Ну, уже непосредственно в пожарной охране, потому что, естественно, что с огнем я сталкивался гораздо раньше, даже в глубоком детстве. И, наверное, мне было 10-12 лет, я уже знал, как тушить небольшие очаги и знал, как работать на определенных устройствах, подающих воду. То есть у меня папа был начальником, работником пожарной стажировой охраны на нефтебазе, и поэтому я уже знал там основы этой работы. А так в 1984 году я пришел на службу в пожарную охрану города Рязани. Как раз первая часть, которая находится под нами, по охране тогда советского района города Рязани, сейчас советский округ. Ну, тогда это первый вызов был квартира на улице Степаново. Ну, особо сложного ничего не было, потому что были наставники, были старшие товарищи, которые, зная, что я еще ничего из себя не представляю, как специалист, просто не пускали туда, где может быть несколько опасно для моего здоровья, для жизни. Ну, и в то же время, чтобы я смотрел, учился, как необходимо делать, как правильно делать, как нужно делать. Потому что воспитание специалиста, который будет прикрывать их спину тогда, ну, и как везде, наверное, это дорогого стоит. Когда ты идешь в огонь, это может быть там бой, огонь, подводу, ты всегда должен знать, что у тебя спина хорошо прикрыта. Хорошо. Рассказали о первом выезде, что это была квартира, где вас не особо, ну, скажем так, допускали до тушения. То есть, стой, смотри, набирайся опыта, потом, потом, потом. Может быть, вспомнить такой вот первый случай, когда уже довелось все-таки? Ну, это произошло, наверное, буквально, может быть, через полгода. Двухэтажный деревянный дом между Павловой и Пожалости, вот в районе хлебокомбината, горел. Горел уже хорошо, он был с двумя входами-выходами, которые пристроены типа веранды, террасы, подъем на второй этаж был по лестницам. Они уже были отрезаны огнем, охвачены огнем, и народ находился еще на втором этаже, кто не успел спастись. И вот мы со старшим товарищем моим, Пыхтерев Юрий, по трехколенной лестнице спасали бабушку. Бабушка была достаточно так грузная, в районе, наверное, 90-100 килограммов. И вот по трехколенной лестнице, конечно, было страшно. Было страшно не за себя, было страшно, что уроним. Так как кругом уже были люди, это было тяжело, но мы ее спасли благополучно. Вот это как бы тот пожар первый, который я запомнил, и он сейчас у меня перед глазами практически до малейших нюансов. А если говорить действительно о крупных возгораниях в нашей Рязанской области, что-то вот об этом, то есть какой-то, что горящий нефтезавод у нас в свое время был, что горящие поля каждый год, вот что тут такое, самое крупное, самое крупное происшествие за ваши пять лет службы? Ну, самое крупное происшествие, это был и нефтезавод, пожары были на нефтезаводе. Когда, ну, особо вот запомнился, когда упали цистерны, там столкновение было цистерн на технологических путях. Вот, и, по-моему, четыре цистерны опрокинулись, пришло разгорание, то есть было море бензина, топливо, и несколько цистерн стояло на подъездных путях, как бы их защищали. Да, было море огня, было тяжело, даже и страшновато иногда, но, тем не менее, задачу свою выполнили, отработали. Ну, еще пожар был такой тяжелый, затяжной. Это Когатковский комбикормовый завод. Комбикормовые заводы, как и элеваторы, состоят тоже из банок, где хранится зерно, которое перерабатывает на комбикорма потом. И вот весной он загорелся, зерно заложили, вероятно, сырым, то есть пришла химическая реакция, зерно загорелось. И вот мы тушили там вахтами, потому что тушили не один день и даже не одну неделю, поэтому тушили вахтами. Смену отработал, неделю, 10 дней, тебя меняют, и ты едешь отдыхать. Да, работать было тяжело. Вот таскали 90-килограммовые баллоны с углекислотой на 30-метровую отметку. Ну, нам там как бы помогали, но наша задача была от лифта и через коммуникации растаскивать эти баллоны, заполнять банки зерном. То есть процесс замораживания шел, потом была подготовка к пенной атаке. И вот было тяжело. Было тяжело иногда просто до тупения, потому что баллоны тяжелые. Работать, как нам газоспасатели, которые приезжали брать пробы воздуха, сказали, что критическая масса метана и водорода. Любой удар слишком сильный, из системы выходит из равновесия, происходит взрыв. Тем более, как бы по новостям уже прошла такая же ситуация, по-моему, в Куйбышеве, сейчас Самара, что такая же банка взорвалась, и пожарный погиб. То есть аналогичная ситуация была. Поэтому мы как бы знали, но тем не менее работали. И если сначала мы эти баллоны вдвоем аккуратненько опускали на пол, на перекрытие, то когда это был 15-20 баллон, когда было уже иногда там и просто пофигу. То есть просто уже такая механическая работа. Да, чисто механическая работа. И вот потом подготовили мы пенную атаку, когда все эти банки заморозили, или же проводили пенную атаку. Вот такие вот генераторы пены средней кратности, вот вы видите за вашей спиной. Подключали к каждой банке, к ним прокладывалась линия, значит, подавалась вода и пенообразователь. Этот генератор вырабатывал пеной, заполнялся весь свободный объем пеной. Одновременно с этим снизу эти банки пропаривали и постепенно выгружали. И для того, чтобы вытеснить воздух, который мог воспламенить, так как метан и водород, воспламенить всю эту смесь, заполнялся пеной. И вот у нас тогда руководителем боевого участка был Субботин Александр Сергеевич. Вот то же самое, он как офицер, как человек, болеющий со личностью остав, он попросил всех удалиться и как бы остался один. Пытался остаться один, но я не хочу себе ставить пример, но тем не менее я как бы остался с ним. И мы вдвоем, потому что одному никак нельзя. Ну и так, как показала практика, правильно сделали. Потому что на одном ГПСе оборвало рукав, и пришлось срочно менять. Но мы, наверное, с ним все рекорды перебили. Потому что сделали все очень быстро, хотя как бы... Ну, грамотная подготовка была, во-первых, он пришел только после Академии. Тогда это было высшей школы, пожарно-техническая школа была. Вот он выпускник. Как бы у него уже был опыт, были знания, и мы подготовили рукава, чтобы можно было вовремя схватить и вовремя, там, в любую точку оперативно заменить линию. Ну, что и произошло. Тем более, что когда начали пенную атаку, то было не очень приятно. Повалел черный дым, хотя мы не поняли, что... Ну, наверное, продукты горения, когда ребята стали выгружать снизу, то, наверное, продукты горения все-таки, они вытеснялись пеной. Вибрация пошла по всему зданию. То есть, он, опять же, меня отвел в наиболее безопасное место, вот на этой отметке 30-метровой. Так что вот ему тоже большое спасибо за науку, за его отношение к людям. То есть, он переживал за нас, чтобы, если что, погиб, ну и один, наверное. Но по технике безопасности, ну и по человеческому, как нельзя. Раз вместе пришли, вместе ушли. Сколько зашло, столько вышло. 17 апреля у нас отмечается День Советской пожарной охраны. Мы с вами как-то говорили, что это как раз-таки основа, базис всего действующего, наверное. Вот действительно, да. Насколько и важен этот праздник, а что в этот праздник желают? Может быть, есть какие-то особые пожелания как раз? Такие специфичные, которые характерны только для пожарной охраны? Ну да. 17 апреля 1918 года был подписан декрет об организации государственных мер по борьбе с огнем. Владимир Ильич Ленин подписал, как председатель Совнаркома. И с тех пор пошел счет жизни советской пожарной охраны. И вот эта пожарная охрана прошла огни и воды. Это и 30-е годы, когда еще все становилось. Это Великая Отечественная война. То есть никак нельзя сбрасывать со счетов то, чем занимались наши отцы и деды, прадеды в это тяжелое для страны время. И 50-е годы, когда пришлось восстанавливать страну. И опять же пожарная охрана была востребована. Так как строилось много предприятий, запускалось много предприятий. Любое происшествие, как правило, происходит при запуске или остановке процесса. Ну, это нормально. Наверное, природа в этом случае. Когда процесс идет, работает, ну, все идет по технологии. А вот при запуске могут быть критичные пики или же при остановке могут быть критичные пики. Как правило, это приводит к возникновению определенных ситуаций, связанных с пожарами, взрывами, катастрофами. Здесь пожарная охрана всегда отличалась, в том числе и в Рязанской области. Если вы пожелаете, можете найти книгу «Пожар и катастрофы» под изданием Савельева. Там отмечен пожар-катастрофа, который произошел в 71-м году, 10 июня, на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Пожар был потушен в кратчайшие сроки. Нет такого в мировой практике. Поэтому как списать этот опыт? Как? Нельзя. И наши наставники, вот том же Михаил Антон Шабуров, я был свидетелем опять на пожаре на резервуарном парке, ну, практически такой, ну, конечно, не такого масштаба, слава Богу. Но опять его отношение, вот опять его изучение и опыта предшествующих поколений помог быстро и без особых затрат ликвидировать достаточно серьезный пожар, который мог перерасти тоже в катастрофу, потому что он был, опять же, на резервуарном парке. Поэтому опыт мы пытаемся делиться. Кто-то прислушивается, кто-то не прислушивается. Ну, даже если ты не прислушиваешься, на подкорке все равно где-то остается. Поэтому мы стараемся в силу своих мер, возможностей, этот опыт передавать, рассказывать, что мы делали в такой ситуации, что они, по нашему мнению, должны делать в этой ситуации. Ну, все, конечно, должно быть обработано творчески. Разных, вернее, одинаковых ситуаций не бывает. Абсолютно не бывает. Одна и та же квартира горит по-другому. Разная горючая загрузка, факторы разные, способствующие развитию пожара или препятствующие. Ветер в другую сторону, воды больше, я не знаю, там, охотник жил или рыбак. Охотник, значит, патроны, поварах, все что угодно может быть. Поэтому разные совершенно ситуации. И пожаров одинаковых не бывает. Так же, как, наверное, и людей. Вот, что хотелось бы пожелать? Ну, прежде всего, конечно, здоровья, счастья, удачи, профессионализма. Из каждой ситуации выходить достойно. Ну, обычно пожарные желают сухих рукавов, хотя в некоторых подразделениях к этому относятся настороженно. Вот нам как пожелают сухих рукавов, так мы поехали. Поэтому я, конечно, пожелаю сухих рукавов не уезжать и приходить туда, откуда пришли на работу. То есть, из семьи. Там, где должен быть крепкий тыл. Жена, дети, родители. Счастье, здоровье, удача и благополучие. Это вот от всей души. Ну, и напоследок, наверное, вот такой вопрос. Если бы можно было описать весь тот опыт пятилетний с выездами на пожары, вот всю эту работу в одном предложении, как бы вы все это назвали? Какое бы было это предложение? Делай, что должно и будь как будет. Спасибо большое. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова